Бисмиллахи рухмана рухим, альхамду лиллахи ромбил аламин, вассалату вассаламу аля саидина мухаммад, ва аля алихи и вассахбихи и вассалим, ассаламу алейкум ва рахматуллахи да аля ва баракату. Напоминаю намерение об искренности ради Аллаха Всевышнего. Проходим религиозный урок, получаем знания ради Аллаха. Сегодня хотелось бы затронуть такую тему про течение в исламе, про секты, про заблуждение. Мы просто поверхностно пройдемся, о подробности, иншаллах, на следующих наших уроках поговорим. Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум ва салям, когда он давал религиозный урок, рядом было много сподвижников, и он сказал, что в уме пророка Моисея, пророка Муса, алейхи и вассалям, было 71 разделение. То есть все они называли себя мусульманами, 71 течение, и всего одно течение из этих 71 будет в раю, а 70 все они попадут в ад. В уме же пророка Иисуса, пророк Иса, алейхи и вассалям, в его общине было 72 разделения. Все они себя называли мусульманами, и всего одно течение будет в раю, это на истине кто, а 71 будет в аду. В моей же уме, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи и вассалям, будет 73 разделения. Одно будет в раю, а 72 они будут в аду. То есть это не грех, который они не совершили и не покаялись, умерли, они будут наказаны. Мы знаем, что за грехи есть покаяние, и за покаяние есть прощение. И грех прощается, и человек попадает в рай, если Аллах примет его тауба, если он был искренним в своем покаянии. А тут речь идет про секту, про заблуждения, которые не на пути пророка Мухаммада, не на учение пророка Мухаммада. Вот эти вот 72 течения, которые будут в аду. Пророк сказал, Они будут в аду без исключения. Аллах их не простит. И тут сподвижники спросили, о посланник Аллаха, а как мы поймем, что мы на том истинном пути, который ведет в рай, то течение, которое ведет в рай? На что пророк Мухаммад, саллилаллаху алейхи и вассалям, сказал, будьте в большинстве, большинство моей уммы не будет в заблуждении. То этот хадис, достоверный хадис, и много передатчиков этого хадиса. И ученые, объясняя этот хадис, сказали про эти 72 течения, которые будут в аду. Сказали, что эти 72, они делятся тоже на два группы, на две группы. Есть группа, которая будет всегда в аду из-за своих убеждений ложных. Например, приписывали Аллаху качество созданных, как сегодняшние ваххабиты, но они себя сейчас ваххабитами не называют, называют салафитами, и ряд других людей, или хизбут тахрир, хизбут ихван, и так далее, то их убеждения, они сильно отличаются от убеждения пророка Мухаммада и его сподвижников. Они, которые предают Аллаху качество созданных, телесность, муджасима, мушабиха и так далее, то они будут вечно получать наказание. Почему? Потому что они не верят в Аллаха, а верят какому-то своему воображению, каждого воображения по-своему. Как-то они представляют, хотя они говорят, мы не представляем, но они представляют Аллаха по-своему, говорят, что есть руки, есть ноги, одна правая, другая левая, есть лицо, лип, говорят, там пальцы, стопа, голень и так далее. Полностью описали Аллаха человеком и говорят, что мы Бога не представляем, мы говорим только то, что говорит он сам о себе, хотя он сам о себе такого не говорит. Опять-таки неправильно понимают аяты из Кур'ана, которые требуют толкования, как об этом сказал Аллах Всевышний в суре Али-Имра в седьмом аяте. Есть аяты мухкямат, мутащабихат. Они аяты мутащабихат, амоним аяты, которые имеют много значений, неправильно понимают, доносят, как хотят и переводят, и доносят до людей, что вот, мол, Аллах сказал о себе такое. На самом деле это неправильно, такого в Кур'ане нет. Это одно. То течение, которое будет вечно в воду из-за своих убеждений. Или, к примеру, не в Аллаха верят правильно, без образа, без места, без направления. Они предают Аллаху качество собственных. Говорят, нет абсолютно ничего подобного ему. Или, правильно понимают этот аят, но заблуждение в другом столбе имана, вера в пророков, к примеру. Думают, что какой-то пророк был в заблуждении когда-то, а это куфор. И он умер на этом. Вечный ад. Или в теме предопределения. Ошибся, неправильно понимая, думая, что человек сам решает свою судьбу и так далее, что Аллах меняет судьбу, Субхан Аллах. И думать, что вот это Ислам, как Хизбут Тахрир, течение, которое заявляет подобное, тоже заблуждение, тоже, если не вернуться на истинный путь, не примет Ислам, тоже ждет вечный ад. Но есть такие течения, которые не достигли степени куфра, но отошли от большинства. Есть такие течения тоже в Исламе, на сегодняшний день тоже они сохранены. Есть они, существуют эти люди. И они в куфр не попали, но отошли от учения пророка Мухаммада настолько, что они уже назвали себя как-то по-другому. И то течение, на котором основывались сподвижники, салафиты, и халафиты по сегодняшний день, это ахли сунна валь-джамаа. Ахли сунна валь-джамаа, то есть люди сунны согласия общины, то есть все ученые, они объединились вокруг сунны, соблюдают сунну пророка Мухаммада и живут исламом, правильно именно понимая и правильно объясняя термины и учения ислам, учения пророка Мухаммада. Это одно. Также пророк Мухаммад саллиллаху алейху алейху но еще замечу одно, что те люди, которые будут в аду, те, которые не достигли степени куфра, они будут в аду получать наказание, но какой-то промежуток времени, не вечно, вечно будут только неверующие, будут они получать наказание в аду, потом их выведят из ада и ведут в рай, по той причине, что они, у них шахада была правильной, они в куфре не были, но из-за неправильного своего течения, из-за неправильного своего, своих убеждений, они впали именно в крайность, отошли от большинства. И пророк Мухаммад саллиллаху алейху алейху ассалям, он сказал в одном из своих хадисов, что тот, который ввел в ислам новшество, именно новшество тут имеется ввиду, в этом хадисе, которые отошли от большинства, то есть изменили учение пророка Мухаммада, назвали это учением пророка и живут с этим. То эти люди считают себя искренними, истинными мусульманами и думают, что они на истине, думают, что следует учение пророка Мухаммада. То пророк мир ему что сказал? Сказал, что вот эти люди, от них не принимается ни одно поклонение, нету им никакого вознаграждения, до тех пор, пока они не оставят свой бидоа. То есть свое нововведение, которое они ввели, отошли от крайности, которые люди, которые назвали себя как-то по-другому, не ахлю сунна в аджама, даже если они считают себя ахлю сунну, не являются таковыми, то пророк саллиллах алейху алейху ассалям сказал, что что бы они ни делали, от них это не принимается. Намаз совершает? Правильно совершает. Как фарт он принимается, вознаграждения не бывает. Пост соблюдает? Правильно соблюдает. Как фарт он принимается, если он верующий имеет, я говорю про неверующих, от них ничего не принимается. я про те течения, которые временно будут в аду по той причине, что они отошли от большинства, но не достигли степени куфра. То вот эти люди, одни их фарды принимаются как обязанность, что они совершили его, просто формально. Но вознаграждения за их это дело не бывает. Какое-то благое дело делает, говорит ради Аллаха, не принимается. Просто это внешне какое-то благое дело. Аллах взамен этого что-то в этой жизни им дает. Но как вознаграждение записывается. До тех пор, сказал пророк пока они не отрекутся от того, что они на этой пока они вернутся на правильное русло, как говорится, на правильное течение, на истинное ахли сунна. И когда они вернутся, вот тогда они покаются и будут совершать поклонение и они будут на пути пророка Мухаммада и от них будет приниматься их благие поступки, их ибада, их поклонение. Дай Аллах, чтобы мы всегда были на истине, правильно понимали каноны ислама, чтобы мы по возможности помогали людям в этом, объясняли, что такое истина, что такое заблуждение, что такое грех, что такое не грех и помогали людям в этом. и без высокомерия нужно воспринимать нормально. Некоторые люди, когда слушают что-то, они это как так, а я от другого слышал другое, то нужно обучаться исламу и именно здраво понимать простые вещи. Есть хадисы пророка и ученые объясняют этот хадис и дали нам знать наши учителя, что пророк хотел сказать этим или в Коране, что сказано про этот аят и так далее. Иншаллах будем продолжать эти темы. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату.